Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий 10-летний срок за убийство своей жены, тагильской фотомодели Юлии Прокопьевой, вновь стал героем телевизионного шоу на федеральном канале. Накануне в эфире канала «Россия» была показана сделанная за день до этого запись программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Шоу было приурочено к заседанию областного суда, на котором решался вопрос о замене части неотбытого Лошагиным наказания более легким. Замены не произошло, а потому предметом обсуждения в студию Малахова стали совсем уж старые вещи. Не является ли осужденный фотограф сутенером своей жены и тех моделей, которых он фотографировал? Не торговала ли убитая им Прокопьева наркотиками? И, наконец, не причастен ли Дмитрий Лошагин к серии убийств молодых женщин, произошедших в Свердловской области в 90-х-2000-х годах? Все эти темы ранее уже фигурировали в СМИ. На пике популярности истории с убийством фотомодели Юли Прокопьевой, но за неимением новых они впервые оказались собраны в одном ток-шоу. Так, тема наркотиков оказалась связана с вечеринками в Лошагин-Лофте, на одной из которых, а правильнее сказать, на последней, и была убита Юли. Уже привычные телезрителям эксперты, переходящие из одной программы в другую, утверждали, что на таких вечеринках, где собирается вся богема, а в Лошагин-Лофте они проходили регулярно, не могли не употреблять наркотиков. К тому же, заявил присутствующий на съемках программы екатеринбургский адвокат Иван Волков, следы наркотических средств были найдены на месте обнаружения тела погибшей фотомодели. Но этот факт, по предположению Волкова, замалчивали, потому что в употреблении наркотиков пришлось бы подозревать очень известных людей, включая чиновников и депутатов всех уровней, часто являвшихся гостями Лошагин-Лофта. Ранее тему наркотиков поднимал сам Дмитрий Лошагин, когда сразу после обнаружения его супруги мертвой предполагал, что Юля могла связаться с нехорошими людьми и попасть в нехорошие дела. Другая тема о якобы сутенерском промысле Лошагина возникла вообще из ничего. Из того факта, что свадьбу Лошагин и Прокопьева хоть и зарегистрировали в Екатеринбурге, но праздновали в Праге. Ага, молодая девушка вышла замуж и в тот же день улетела в Европу? Это неспроста. Незамужнюю, видимо, не пускали в Чехию, и Лошагин помог ей, оформив брак, отправиться на охоту за иностранными толстосомами. В общем, первосортный бред, которому возмутилась даже присутствовавшая на съемках мать Юлии Светлана Рябова, которую в симпатии к бывшему зятю заподозрить нельзя. Ну и последнее, что в качестве сенсации преподнесли авторы программы своим зрителям, это предположение о том, что фотограф Лошагин убил не только свою жену, но и еще несколько девушек модельной внешности. Впервые об этом еще шесть лет назад написал журналист комсомольской правды Роман Лялин. В 1998 году в Екатеринбурге при таинственных обстоятельствах пропала, а затем была найдена убитой еще одна тагильская фотомодель Олеся Демидова. Будучи уже 24-летней замужней женщиной, но по-прежнему остававшейся в модельном бизнесе, Олеся отправилась в Екатеринбург для участия в мероприятиях двух модельных агентств «Александри» и «Глобус-модель». Первое мероприятие проходило в Тюзе, где Олеся побывала и выпила чашку кофе. Второе – в бизнес-клубе «Глобус» ресторана «Космос». Она сидела, чашечку кофе пила. На этом мероприятии тоже Дима Лошагин был. А Олеся с Лошагином они… Они со всем там друзьями, просто знали друг друга в процессе работы. Вот она ушла с этого конкурса и не вернулась на «Глобус-модель». Она поехала на другой конкурс? Она вышла и должна была перейти там вот буквально дорогу из Тюза в космос. Вот так вот. И вот по дороге пропала. Тело Олеси Демидовой, как и пятнадцатью годами позже Юлии Прокопьевой, нашли обезображенным в лесу по прошествии нескольких дней. Как и Юлю, ее опознали по яркому маникюру. Но это не единственное, что связывает этих двух девушек. Мать Олеси Демидовой сама возглавляла Нижнетагильское модельное агентство, и именно у нее свою карьеру позже начинала Юлия Прокопьева. По словам Ивана Волкова, представляющего сейчас интересы первой жены Лошагина Татьяны, после осуждения фотографа в 2015 году сыщики проверяли Лошагина на причастность к этому и еще нескольким нераскрытым в свое время убийством девушек. Для этого они специально приезжали в колонию в Новой Ляли, где сидел Лошагин, и даже шантажировали его. Так, по словам Волкова, тот отказывался от допроса с применением детектора лжи, но оперативники пригрозили ему тогда показать его сокамерникам фотографию, на которой обнаженный Лошагин стоит рядом с другим обнаженным мужчиной, и руки их лежат на попах друг у друга. В этом случае Лошагину пришлось бы долго объяснять заключенным художественный замысел этого фото. Легче было согласиться на полиграф, который, впрочем, он прошел успешно. Подозрение на причастность его к другим убийствам не подтвердилось. Но за неимением других новостей о Лошагине авторам шоу пришлось обсуждать и эту тему. Напомним, 2 февраля Свердловский областной суд отменил решение Чикаловского районного суда, заменившего Лошагину часть из неотбытого им десятилетнего срока, а именно три года, более легким наказанием, ограничением свободы. Против выхода фотографа на свободу выступили бывшая теща Дмитрия, мать Юлии Светлана Рябова и прокуратура. Поводом для отказа в смягчении наказания стало одно взыскание, полученное Лошагиным во время пребывания в колонии в Новой Ляли, где тот, якобы находясь на плацу, не поздоровался с замначальника колонии по безопасности и оперативной работе так называемым кумом. Несмотря на то, что кроме одного этого взыскания у заключенного набралось аж 16 поощрений от администрации двух колоний, суд посчитал это препятствием для облегчения ему условий содержания.